Православные чудеса в 20 веке. Свидетельство очевидцев. Издано по благословению священника Евгения Корягина. Голод был тогда в Москве. Выдавали на человека по осьмушке хлеба с мякиной. Ничего нет. Ни картошки, ни крупы, ни капусты. А уж о мясе забывать стали. Александра, Екатерина и я пришли к отцу нашему духовному, Михаилу, проситься в поездку за хлебом. Многие уезжают с вещами и привозят хлеб. Почему же и нам не съездить? Отец Михаил выслушал нас. Неодобрительно покачал головой, подошел к иконе и долго молился. Потом повернулся к нам и сказал. «Вручаю вас заступницы нашей, Матери Божией. Возьмите каждое по образку Владимирской и молитесь ей. Она и Святой Георгий помогут вам. Трудно. Ох, как трудно будет. Я за вас здесь тоже молиться буду». И как бы ни для нас сказал. Матерь Божия и угодниче Божией Георгия, помоги им. Спасите и сохраните от опасностей, страха и поругания. Вот так мы и поехали. Всю дорогу вспоминали, почему наш батюшка Святого Георгия призывал. Родные нас долго не отпускали, но мы поехали. Из Москвы ехали в теплушках, где на подножках, в тамбурах. Сентябрь был на исходе. Наменяли мы пуда по два муки и по пуду пшена. Тащим, мучаемся, но очень счастливы. Застряли далеко от Москвы. Всюду заградительные отряды отнимают хлеб. На станциях поезда не сажают. Идут только воинские эшелоны. Три дня сидели на станции, питались луком и жевали сухое пшено. До сих пор его вкус на губах чувствую. Ночью пришел большой состав из товарных вагонов. Пошли разговоры, что это воинские и идет в сторону Москвы. Утром открылись двери. Солдаты высыпали из вагонов и пошли менять у крестьян яблоки, соленые огурцы, печеную репу, лук. Проситься в вагон боимся. Женщины говорят, что к солдатам в вагоны влезать опасно. Рассказывают ужасы. Где-то вспыхнула холера. Страшно и безысходно. Вот тогда и вспомнили слова отца Михаила. Солдаты сидят на полу, на нарах, курят, смеются. Сплевывают семечки, кричат, бабы, к нам, прокатим, скоро поедем. Мы боимся. Несколько женщин решаются ехать. Солдаты с шутками втаскивают их в вагоны. Несколько женщин, в том числе и мы, юные, решаем влезть на крышу вагона. А другого способа ехать нет. С трудом сбираемся по лесенке, втаскиваем мешки, солнце печет, распластвуемся на середине ребристой крыши. Мы молимся. На крышах почти все заполнено. В основном одними женщинами. Паровоз нестерпимо дымит, топят дровами. Наконец поезд сдвигается с места и, набирая скорость, идет вперед. Пропылывает станция, заполненная шумящей толпой людей. Некоторые пытаются вскочить на буфера. Подножки срываются, падают и опять делают попытки уехать. Но это удается немногим. Поезд вышел в степь. Глухую, безлюдную. Черный дым паровоза. Искры жгут руки, лицо. Прожигают одежду, мешки. Отмахиваемся от искр, словно от мух. Тушим друг на друге, отряхиваемся. Саша тихо просит, чтобы мы все трое легли друг к другу головами. Осторожно перекладываемся, и Саша по памяти читает нам Акафист Владимирской Божьей Матери. Читает его несколько раз. Жарко, душно, трудно гасить искры и цепляться за гребни крыши. Мешки съезжают в сторону, их беспрерывно приходится поправлять. Едем, едем. Вдруг поезд внезапно останавливается. С поезда соскакивают люди, бегут вдоль состава, что-то обсуждают. Поезд стоит. Мы лежим. Солнце опускается за горизонт. Искры больше не летят. Хочется пить. Двери вагонов открываются. Солдаты выскакивают, идут к редким придорожным кустам. Беззлобно ругаются, смеются. Мы сверху смотрим на них. Вдруг кто-то из солдат восклицает. Братва, баб-то сколько на крышах. И мгновенно происходит перемена в настроении. Ребята, айда к бабам. Вагоны пустеют. Все высыпают на насыпь. Многие лезут на крыши. Шум, смех, крики, висх. Господи, проносится мысль. Что же делать? На крышах появляются солдаты. Сперва немного, но потом все больше и больше. С соседних крыш раздаются крики. Кто-то просит, умоляет, плачет. Ахальник, что ты делаешь? Я тебе в матери гожусь. Солдатики, хлебушка-то не повредите. Дома дети мал-мала меньше. Остались голодные. Хлеб твой, тетка, не повредим. Нас начальство кормит. Сапоги стучат по железу. Гулка, страшно. Кто-то из женщин иступленно рыдает, молит. Кто-то борется, прыгает с крыши, разбивается. Несколько солдат появляются и на нашей крыше. Я молюсь, обращаясь к Божьей Матери. Катя, прижавшись ко мне, плачет и всхлипывая, молится вслух. Саша сурово смотрит. Я знаю, она не сдастся, не отступит. Вспоминаю слова отца Михаила о святом Георгии. Начинаю просить и его. Обхотя других женщин, нам подходит солдат. Скуластое лицо, гладкая стриженная голова, бездумные раскосые глаза, хватает меня за руку и говорит, примиряюще, ложись, девка, не обижу. Я отталкиваю его, начинаю отступать и, смотря ему в лицо, крещусь несколько раз. Беззлобно ухмыляясь, он наступает, протянув вперед руки. На крышах копошатся, борются, просят, сдаются. Всякая борьба, конечно, бессмысленна. Солдат много, и они совершенно не представляют того, что делают. Им кажется происходящее веселым развлечением. Сопротивление смешит их и еще больше разжигает. Раскосы идет, я отступаю. Катя кричит. Крыша кончается, отступать некуда. Снизу поднимается матрос в тельняшке, высокого роста, со злобленным лицом, на котором сверкают, именно сверкают, большие глаза. Матрос хватает меня за плечи, отстраняет сторону и говорит сильным, но дрожащим от злости голосом. Спокойно, сейчас разберемся. А с крыши всегда успеешь спрыгнуть. Шагает к Раскосому, бьет его в грудь и говорит, а ну вон отсюда. После чего Раскосый немедленно спрыгивает в провал между вагонами. Матрос идет по крыше, подходит к какому-то лежащему солдату, поднимает его за шиворот и кричит, «Ты что, Контра, делаешь? Рабоче-крестьянскую власть и армию позоришь?» Солдат отчаянно ругается, пытается ударить матроса, но тот выхватывает наган и стреляет ему в лицо. Падая, солдат соскальзывает с крыши и летит на насыпь. Начинается митинг. На крышах остаются одни женщины и несколько мешочников мужчин. Митинг продолжался минут 15. Но паровоз стал подавать грудки, солдаты забрались в вагоны, наскоро похоронил расстрелянного. Матрос, подойдя к нам, сказал, «Пошли, девушки, в вагон, спокойнее доедете». Относились к нам очень хорошо в вагоне. Кормили, поили. Матрос его звали Георгий Николаевич Туликов. Был комиссар полка. Саша рассказывала ему, малознакомому человеку о нас, о вере, об университете, о том, как мы надеялись на помощь Матери Божией и Святого Георгия, находясь на крыше. Георгий задумчиво слушал нас, ни разу не осудив, не выразив насмешки. Два или три раза поезд встречали заградительные отряды, пытаясь снять сидевших на крыше женщин и зайти в вагоны. Но встреченные вооруженной охраной поезда с руганью и угрозами отходили. Довезли нас до Подольска. Дальше эшелон не шел. Георгий и спутники его посадили нас в пригородный поезд, и мы благополучно доехали до Москвы. Прощаясь, мы благодарили Георгия и тех из военных, кто ехал в вагоне. На прощание Георгий сказал, «Может быть, и встретимся, жизнь-то переплетенная». А Саша, наша тихая Саша, всегда излучавшая умеренность и спокойствие, подошла к Георгию, положила ему руки на плечи и сказала, «Да сохранит вас Бог для хороших дел, и будьте всегда добрым, отзывчивым, прощайте». И низко-низко поклонилась в пояс. Радость родных по поводу нашего возвращения была безмерна, а мы только успев умыться, поспешили к отцу Михаилу. Батюшка нас уже дожидался. Выслушал нас, сказал, «Благодарю тебе, Господи, за великую милость. Георгия, матроса не забывайте. Молитесь о нем, еще придется кому-нибудь из вас с ним встретиться. Тогда обязательно помогите ему». Прошло более 20 лет. Шел военный, 1943 год. Отец Михаил умер в ссылке в 1934 году. Там же с ним погибла в добровольной ссылке наша молитвенница Саша. Катя давно была замужем, связь моя с ней порывалась. В 1943 году я работала хирургом в военном госпитале по 18-20 часов в сутки. Домой неделями не приходила, в церковь попадала от случая к случаю. Госпиталь был офицерский, раненых привозили много, привезли без сознания одного полковника. Ранение тяжелое, запущенное. Оперировали ночью 4 с лишним часа. Несколько раз переливали кровь. После операции я, как была в операционной одежде, так и свалилась без сил. Уснула. Проспала часа 4. И сразу к больному кинулась. Медленно к нему жизнь возвращалась. Много с ним хлопот было, но выходили. Каждый день к нему раза по 3 приходило, уж очень хотелось спасти его. Пришло как-то на 20-й день после операции. Лежит слабый, бледный, прозрачный. Только глаза одни еле светятся. Посмотрел на меня и вдруг тихо сказал. Машенька, сколько ходите ко мне, а все не узнаете? Возмутилась я, резко ему сказала, что я военврач, а не Машенька. Ведь пришла с целой группой врачей. А он. Эх, Машенька, а я вас с Катей и Сашей всю жизнь помню. Здесь-то меня и захватило прошлое. Закричала. Георгий. Бросилась к нему. Обнимаю. Стали врачи и сестры с деликатности выходить из палаты. А я, как девочка, схватила его за голову и плачу. Смотрю, а на его кровати табличка висит, как у всех. А на ней Георгий Николаевич Туликов. Почему же я раньше этого не заметила? Глаза Георгия еще больше оживились. Сказал. Идите с обходом, после зайдете. Два месяца я приходила к нему после обходов и дежурств. На первый его вопрос был, по-прежнему ли я верующая. Рассказы Саши тогда в вагоне отложили в душе его какой-то отпечаток, который не стерся, а заставил относиться к вере, религии и людям с осторожностью, вниманием и доброжелательностью. В 1939 году, будучи в чине полковника, он попал в лагерь. Там, рассказывал Георгий, повидал я людей хороших и плохих, но из многих встреченных запомнился мне на всю жизнь юноша лет 23, несший столько добра и тепла людям, что все любили его, даже лагерные уголовники. Вот он и познакомил меня с Богом, именно познакомил. В начале 1941 года Глеб, так звали его, погиб в лагере, а меня освободили в августе и послали на фронт в чине капитана. Теперь опять до полковника дослужился. До ранения дивизии командовал. Поправлюсь и опять на фронт. За плечами Академия Генерального Штаба, Гражданская, Халкингол, Испания, Финская война, а теперь вот Отечественная. Расстались мы с Георгием большими друзьями, всю войну переписывались. А в 1948 году он переехал с семьей в Москву, стали встречаться часто. Вышел на пенсию в большом чине, живет почти все время под Москвой, воспитывая внуков. Встречаемся также часто, но встречи наши бывают и в соборе, в Троице Сергиевой Лавры. Неисповедимы пути Твои, Господи!